Я иду, честно говоря, прямо как-то куда меня потянет. В общем, трудно мне найти. Я тут обошла, все магазины уже в горизонте. Ну, короче говоря, купила. Все, иду дальше. Купила я себе обувь и купила я Денни игрушку. Я нарезала еще помидорчик, болгарский перчик чуть-чуть. Это у меня бекон сериал. Но мне он понравился. В общем-то, я его с удовольствием смотрю, как раз отдыхаю и смотрю. Сейчас я буду пробовать вот это блюдо. Всем доброе утро, девочки мои. И где я начинаю свой влог, начинаю уже на улице. День хороший, солнышко светит сейчас. Сегодня еще тепло. Сегодня еще вроде бы и завтра должно быть тепло. А потом резкое похолодание. Но у нас уже сегодня должен пройти дождик. Вроде бы и завтра дождик передают. А дня через два уже будет 15 градусов. Сейчас 22. В общем, хорошо. Ветра нету. Тишина, тишина. Выходной день. Я решила сегодня съездить в торговый центр. Я же все еще до сих пор не купила подарок Дене. Но я хочу игрушку какую-нибудь ребенку купить. Потому что одежду там мама сама купит. Она сама знает, что ему лучше. Он у нас модный парень. Хочу игрушку, но какую-нибудь непростую там, необыкновенную там машинку или еще что-то. Ему уже это, по-моему, не особо интересно. Он уже с этим как-то не играет. А вот что-нибудь игру какую-то может. Но я даже не знаю. Мне надо увидеть и понять, что может его на какое-то время там заинтересовать. Понятное дело, что дети очень быстро теряют интерес к игрушкам. Но пусть играет какое-то время. Главное, чтобы понравилось ему. Вот. Ну, еще помимо этого, что еще я хочу посмотреть? Кроссовки хочу посмотреть. Пора новые купить. Мои любимые кроссовки уже подизносились. Посмотреть хочу, может быть, на зиму пальто. Вот. Ну, еще посмотрю, что там. Я что-то уже не упомню. В общем, прогуляюсь сегодня по торговому центру. Сегодня у меня свободный день от всего, от всех. Так что я поехала. И куда я приехала, девочки? Приехала я в горизонт. Так, куда бы мне лучше зайти, чтобы пойти, пойти. Ладно, зайду уже куда-нибудь и пойду. Пойду по магазинчикам. Прогуляюсь в горизонт. Тут кругом музыка играет, и я прям не знаю. Вот эта вот музыка, ее надо как-то перекрывать чем-то. Так, хочу зайти в тот магазин, где я покупала свою куртку. Но он был, по-моему, на втором этаже. Подняться, что ли, выше сразу. Что-то меня тянет сюда. Я иду, честно говоря, прямо как-то, куда меня потянет. Тянет меня сюда. Мне кажется, где-то здесь я, наверное, куртку покупала. Что-то очень похожее место. Зайду. В общем, девочки, я угадала. Зашла в тот магазин, где я покупала куртку. Все, здесь нету пальто зимнего. Пока еще выбора никакого. Так что пойду я дальше, пойду обувь смотреть. Наверное, еще пока сезон этот не начался. Вот это вот место я узнала. Здесь кругом музыка играет. Поэтому где-то я буду просто звук убирать, ставить свою музыку и все. Чтобы мне не порезали это все дело. Так, ну что, пошла я гулять по магазину, короче. А, кстати, надо что-нибудь вкуснуть, перекусить. Это я уже в другой магазин зашла. Вон я. Да, модельки есть такие, очень модельные. Вот этот голубой. Ну, светлые висят, марки. Марки не хочу. Хочу с капюшоном, чтобы на себе было хорошо. Мне надо с капюшоном, чтобы не такой марковый был. Ну, и ничего еще длинного. До колена достаточно. Так много светлых моделей. Ужас. Вообще здесь очень легко заблудиться. Вот я подошла, уже какой-то перекресток, этажи, третий. Я сейчас на втором этаже нахожусь. И, в общем, я так чувствую, что я тут заблудюсь. Ну, ничего страстного. Все равно я гуляю. Полно времени. Выход в любом случае найду. Так, куда я выхожу? А, вот здесь какие-то, наверное, кафешки или что-то такое. Что-нибудь перекусить хочется. Вообще совсем не ориентируюсь. И в этом горизонте, девочки. Смотрите, какие прикиды. Вообще не ориентируюсь. Где тут, куда тут, какие коридоры ведут. Где что. Гайд парк. Дочка там, не знаю, любит покушать. Водичка. Фонтанчики. Так, не туда иду. Хочу посмотреть кроссовки. А где, интересно, магазин находится, где кроссовки. Так. Ладно. Какая прелесть. Вот это я люблю. Красотища, да? Так, мне, наверное, что-то подсказывает, что мне нужно все-таки спуститься вниз и, наверное, на первом этаже посмотреть. Так, ладно, иду я в это крыло. Куда оно мне приведет? А, вот тут я смотрю, какая-то обувь есть. Может быть, здесь будет что-то такое. Такой огромный выбор по цветовой расцветке, гамме. Вообще, курток полно. Красивые расцветочки разные есть. И такие, и такие вот. Но, что касается пальто, выбор небольшой, и притом тонковатый, вообще тонковый. Девочки, зашла сюда в магазинчик. Очень такие есть хорошенькие и неплохие очень модельки, вкусненькие. Но я подобрала себе кое-что, кое-что. Конечно, размер у меня 41, но такие вот я себе взяла. Они вот такие удобные, классные вообще супы. В общем, взяла, взяла. Да. Вот такие, ну, чуть-чуть менее мне удобные. Ну, мой размер тоже большой самый. В общем, трудно мне найти. Я тут обошла все магазины уже в горизонте. Ну, короче говоря, купила. Все, иду дальше. Так, я проголодалась уже конкретно уже. Я что-то заблудилась тут, ходила, ходила. Я сейчас смотрю в многих магазинах вот такие вот сейчас идут в клеточку. Типа курточек или как рубашка, только такая теплая. И их много. Это вот, видите, видите, курточка в клеточку висит. Короче говоря, это такой бренд, брендик, модно, ничего. Ну, я как раз в тему купила себе в клеточку, себе курточку. И у меня рубашка в клеточку, мне нравится. Так, вот, наконец-то до еды дошла. Сейчас надо что-нибудь себе тут выбрать и перекусить. В общем, короче говоря, я пришла сюда. Думаю, Макдональдс не хочу. Но вот решила вкуснолюбов остановиться здесь. Заказала себе блинчик, хоть я и на диете, но что делать. Тут нету то, чего я хочу. Там прям перекушу блинчик. У меня сегодня исключительный день. Все, увы, не люблю я. И пойду я дальше гулять. Купила я себе обувь и купила я Денни игрушку. Вот, пойду дальше потом. Ну, все, девочки, нагулялась я по горизонту. Погнала я домой. Девочки, я уже дома. Там на улице шумят, не обращайте внимания. Кроссовочки вот такие вот купила. Очень удобные, 7 тысяч стоит. Просто класс. В общем, надеюсь, они мне прослужат долго. Они легенькие такие, дышащие вообще. Вот этот носок, он тут такой, ну, не жесткий, нормальный. В общем, продавщица в таких кроссовках говорит, целый день хожу, работаю, и у меня ноги не устают. Но мне расцветка понравилась, в общем, все остальное. Много магазинов обходила, но не нашла ничего такого, чего хотела. Смотрела, смотрела. Ну, вот эти вот мне понравились. Купила новый коврик себе побольше. Потому что я, когда работаю, у меня с коврика бывает съезжает мышка. А сейчас прям вот хорошенький такой коврик. 500, 550 рублей, по-моему, техносила. Купила Дене вот эту вот игрушку. Ну, надеюсь, она ему понравится. Игрушка эта, здесь 500 игр. Так, здесь где-то громкость уменьшается. Надо еще разобраться, где громче включить, выключить. Так, и выбор тут, как-то меню надо нажать. Выбор. Вот. И, в общем, здесь очень много-много разных игр. Так, как-то там надо выбрать ее. В общем, надо еще разобраться мне, как в нее играть. Но 500 игр, в общем, и заряжается оно, как телефон. Так, это я не знаю, к чему это. Тоже надо разобраться. Вот это зарядка. В общем, как телефон заряжается, заряда, говорит, надолго хватает. Так, ну, в общем, надо разобраться с этой мне игрой. Я думаю, что ему будет интересно играть в нее. Стоит 1300 всего. Ну, не знаю, это, мне кажется, немного. Там была еще за тысячу. Ну, там чуть меньше игр. Но она говорит, здесь дисплей четче видно, лучше. Доброе утро, мои дорогие. Погода сегодня пасмурная. Дождик уже у нас прошел. 15 градусов. Но сегодня днем 16 и не больше. О чем звонит колокол, я не знаю. В общем, у нас тоже теперь похолодало. Окно закрыло. И даже сюда слышно, как звонит колокол. Я вчера окошко помыла, кстати говоря. Да, за 5 минут. Вот эта штука прямо очень удобная. В голомарте брала палка вот эта вот выдвигающая. Стеклышко теперь чистое. Теперь можно будет снимать через стекло, потому что будет холодно уже у нас. Ну, вот и к нам пришли холода. Я знаю, что по России везде там сейчас холода, похолодание. У нас тоже вот сегодня, завтра. И в комнате тоже так зябко. Ну, до включения батареи еще далеко. Еще три недели, даже больше. Вот. Так что я сегодня отдыхаю. По торговому центру я находилась так, что я сегодня проснулась. И у меня так спина еще попаливает пока что. Поэтому я сегодня под одеялком решила поваляться. И, в общем-то, отдохнуть, ничего не делать. Но надо приготовить мне сейчас обед. На завтрак я, как всегда, покушала свою овсяночку. Я сейчас поставила кастрюльку с водой. Вода закипит. И я закину туда фасольку. Зеленую фасоль стручковую, замороженную. Фасольку немножко поварю. Минут 5 подсоленной водички. И потом я хочу туда еще кое-что добавить в сковородочку. Кое-какие продукты. Залить яичинкой. И вот поесть такое блюдо. Ну, давайте вместе и приготовим вместе с вами. А, кстати говоря, это видео у меня выйдет 23-го числа. И 23-го как раз будет день рождения моего внука. И я хочу 23-го ему вручить подарок. День рождения, скорее всего, будет отмечаться в воскресенье. Я еще точно не знаю, когда. Но я думаю, 23-го, может быть, я вручу ему подарок. Хочу пожелать ему по случаю уже поздравить с днем рождения. Пожелать ему, конечно, здоровья. Чтобы рос мальчик у нас здоровый, веселый, жизнерадостный, умненький, послушненький. Чтобы мама слушался. В общем, всего-всего самого хорошего я желаю. Вот. А с этой игрушкой мне еще предстоит немножко разобраться. Ну, я думаю, что мама там разберется. Но... О, водичка закипела. Надо его пока что выключить. Пока что выключить кастрюльку. Но что-то она очень быстро закипела у меня, эта водичка. Вот. Я думаю, мама разберется с этой игрушкой. Надеюсь, она меня не отругает за то, что я ей такую игрушку купила. Но я думаю, что Дене, самое главное, Деньке, она должна, эта игрушка, понравиться. Я хотела, чтобы Деньке было интересно. Вот. Но он такой парень, может увлечься ею. Ну, я думаю, мама будет давать ему дозированно играть. Но особенно, если вот мама занята, и надо, чтобы он немножко тихо посидел, чтобы не в телефоне в мамином ковырялся. Вот это будет его личная, персональная такая вот игрушечка. Вот. Ну, что, давайте тогда уже готовить, что ли, раз вода у меня уже кипит. Так, водичку надо чуть-чуть подсолить. И забросим туда зеленый фасколь. Вот такой. Не знаю, чуть-чуть, наверное, надо фасольки. Мне вот так вот. Вот так вот, наверное, хватит. Ну, чтобы она поварилась минут пять немножечко. Все, фасолька у меня сварилась. Я нарезала еще помидорчик, болгарский перчик чуть-чуть. Это у меня бекон, свининка и зеленый лук. Надо его тоже уже израсходовать. Поставила сковороду разогреваться. И сейчас вот это вот отправлю немножко обжарю и добавлю туда фасоль. Можно на сливочном масле, кто хочет. Это вот я решила на простом масле сделать, на растительную. В общем, чуть-чуть это надо обжарить. Потом фасольку я туда закину и залью яйцами. Два яйца сейчас я взобью, чуть-чуть подсолю. Да, вот это тоже, наверное, надо немножечко подсолить. Чуть-чуточку. Все. Теперь надо помешивать еще. Я думаю, вот это все у меня должно быть очень вкусным блюдо. На двоечку я поставила, чтобы оно не сильно, не подгорало. Я думаю, можно сюда уже добавить и фасоль. Пусть она вместе с фасолью подготовится чуть-чуть. Дозогреется немножечко, подмянится чуть-чуть, чтобы не сохло столько, не сохло. Вот так. Если что, добавлю немножко потом мощность, если будет слабовато. Так, ну я еще решила, вот два яйца. Я их подсолила слегка. Где-то чайную ложечку водички туда добавила. Сейчас я их вот так вот взобьем. Вот так, хватит чуть-чуть. Так, ладно. И потом я все это в конце хочу присыпать зеленью, чтобы было у меня аппетитно, ароматно, вкусненько. Вот такое блюдо я сегодня сама себе придумала. И вообще яичницу способную я люблю. Но я решила сегодня ее сделать более сытной, более интересной. Добавлю туда свининку, бетончик, помидорчик для сочности. Болгарский перчик для вкусности. В общем, всего-то для вкусности. Так, ну что у нас тут происходит? Потихонечку вот помидоры уже смягчились. Надо еще болгарский перчик, чтобы немножечко тоже смягчился. Я сейчас это закрою крышкой, дам еще немножко этому попариться блюдо. Так, я думаю, уже тут все нормально. Перевернем, помешаем. Все довольно-таки уже удобно. Так, сочная получается. Мне нравится то, что сочная получается. И все, изольем это яйцо. И опять я накрою крышкой и уменьшу мощность, чтобы оно тоже так пропеклось. Я думаю, можно сразу уже посыпать это все зеленью. Все. И теперь накрыть крышкой. Девочки, открыла я чай, который я недавно заказывала в Фаберлик. Я думала, он в пакетиках, а он не в пакетиках, он рассыпчатый. Вот он так выглядит. Смотрите, тут кусочки, чайинки, там что-то еще. Это вот этот с ломтиками ананаса, апельсином и какао. Чай черный. Мне вот интересно его попробовать. Но он очень вкусненько пахнет вот в этом пакетике. Ну и вот, видите, похолодало, я решила чай заварить. Вообще, обычно чай я не люблю. Обычно я его не пью. Хотя я люблю чай, когда он такой, знаете, там с какими-нибудь фруктами, цветочками. Но не чисто чай. В общем, с чем-нибудь. И даже лучше без сахара. Так, ну, посмотрим. Чай заварится, покушаю. Блюдо мое уже тут готово. Сейчас я его положу себе в тарелочку и буду есть. Вот как выглядит мое прекрасное блюдо. Так, ну, чай уже немного настоялся. Я думаю, что чуть-чуть я его попробую. Чуть-чуть. А потом уже налью. Я просто, чтобы вам сказать, какой он на вкус. После еды налью буду пробовать. Решила переместиться я сюда. Ближе к телевизору. Девочки, нашла я сериальчик. Очень даже интересный. Детективный там. Триллер-детектив. Называется «Под прикрытием». В общем, такой вот интригующий прям детективчик, знаете. Каждая серия. Вот интересно смотреть, что дальше, что дальше. Испанский, по-моему, этот сериал. Но мне он понравился. В общем-то, я его с удовольствием смотрю. Как раз отдыхаю и смотрю. Сейчас я буду пробовать вот это блюдо. Ммм. Ммм, как вкусно. Это поинтереснее, чем просто фасоль. Просто фасоль не так интересно. А здесь все в тему, знаете. И перчик, и помидорчик, и бекончик, и фасолька. И зелень, и яйца. Можно и без хлеба. Зачем хлеб нужен? Я ж на диете, да? Ладно, это я поем уже без вас. Хочу же сейчас продегустировать чай. Ммм, а пахнет интересно. Что тут? Тут есть чуть-чуть далекий такой, знаете, запах какао. Фрукты, ананасик вот этот. Вкусненько. Ну, в принципе, можно его и так и без сахара попить. Хотя я чай без сахара, так же, как и кофе без сахара, не могу. Я туда кину одну таблеточку сахара заменителя. Можно даже маленький ломтик лимончика. Будет вообще интересный вкус. И запах тоже. Ладно, мои дорогие. Я это покушаю спокойно, не при камере. Я при камере кушать не могу. Она меня стесняет. Включу сейчас продолжение этого своего сериала. И видео свое хочу завершить на этом. В общем, кому видео понравилось, как всегда, ставьте лайки. Подписывайтесь. Кто хочет, подпишитесь на мой канал. Ну, в общем-то, до новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон»